Великая Отечественная Великая Отечественная Служители структуры Милосердия Церкви Исход в городе Новосибирске сотрудничают с организацией «Дети войны» уже порядка пяти лет. Волонтеры дарят пенсионерам продуктовые пакеты, помогают приобретать дорогостоящие лекарства или просто общаются по душам. Именно они трудились, они строили заводы, они получали образование, они где-то учились. Именно одни подняли нашу родину с колен. Я считаю, даже один этот факт уже достоин их почитания. В преддверии 23 февраля волонтеры структуры Милосердия поздравили уважаемых мужчин, входящих в организацию «Дети войны» с праздником. Помимо различных вкусностей, в подарочные наборы служители не забыли положить Библию. И несколько стариков в этот день приняли Иисуса Христа своим Господом. Повторяй за мной. Отец Небесный, я прихожу к тебе. Я прошу тебя, Иисус. Прости все мои грехи. Войди в мое сердце. И будь моим Господом. Геннадию было всего 4,5 месяца, когда его отца призвали на фронт. Айзек Райзе погиб под Москвой летом 41-го. И мама осталась двумя малолетними сыновьями. Сегодня поколение детей Великой Отечественной войны в большей степени одиноко. Волонтеры церкви «Исход» стараются всячески поддерживать пенсионеров. Это добротнейшие наши продолжатели. Это люди, которые помнят и не забывают старших. Это важнейший фактор. Когда вот, вот как некоторые, а ладно, это дед или старик там, или бабка там какая-то. А когда вот такой человек, или вот такой, такой вы, который приходите, интересуетесь, беседуете, гостиницы приносите. Это очень просто приятно и за этих людей спокойно. Это добротные, хорошие люди. Участие в благотворительной акции также принял студент библейских курсов восхождения Борис Факеев. Ихний возраст не позволяет им где-то ходить на улицу в такую погоду. Они бы рады пообщаться, но они обделены вот этими четырьмя стенами, и к ним нужно ходить, посещать. Они относятся к этому радостно. Борис принял драгоценный опыт работы структуры милосердия «Церкви Исход». По возвращению в город Томск он планирует реализовать аналогичный проект помощи детям войны. Военкоматы бьют тревогу. Все больше молодых людей уклоняются от службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ведь постоянный поток негативной информации о дедовщине, коррупции, неуставных отношениях в военных рядах достаточно серьезно подорвал престиж и авторитет армии. Посмотрите, как министр обороны себя ведет, которого снимают с должности. Который ворует деньги, пытается разорять армию, опускает ее в бюджет, сокращает войска. Зачем это нужно? Пусть сначала разберутся у себя, а потом уже созывают нормальных людей туда. Армия составляет основу государственной власти. И сегодня Министерство обороны обратило свое внимание на поднятие престижа звания российского солдата. Прошли масштабные проверки действующего офицерского состава. Также ведется техническая модернизация на местах дислокации вооруженных сил. Благодаря преобразованию вооруженных сил отношение общества к служению в армии изменилось в лучшую сторону. Я полностью уверена, что молодые люди обязаны служить в армии. Просто должны пройти эту школу жизни. Я, служив в армии, приобрел для себя... Я отлепился от родителей. Я стал более самостоятельным. Я приобрел определенный опыт во многих своих сферах жизни. Я научился принимать сам решение. Я научился повиноваться старшим, то есть офицерскому составу, смирять себя. Это школа смирения такая хорошая. Церковь Исход в городе Новосибирске направленно поднимает патриотизм и любовь к родине среди молодого поколения. 23 февраля служители поздравили мужчин, которые не понаслышке знают о военной подготовке. Ветеранов вооруженных сил мы поздравляем уже второй год подряд. Это активные общественники, это те люди, которые воевали в горячих точках в Афганистане, в Чечне. Геннадий Георгиевич рассказал о службе в войсках противокосмической обороны. Последние десятилетия перед увольнением в запас его работа была связана с поддержанием правопорядка в подчиненных военных соединениях. После торжественной части волонтеры и ветераны еще долго общались за чашкой чая. У наших ветеранов, ветеранов вооруженной силы, ветеранов локальных войн, которые имеют большой жизненный опыт, есть последователи. Это молодежь. Молодежь наша, российская молодежь, это будущее нашей славной России. Молодежь, которой предстоит строить, укреплять Россию, укреплять ее вооруженные силы, защищать ее рубежи. И вот сегодняшний мероприятий яркий пример того, что такие организации есть, такая молодежь есть, и это вселяет в нас, ветеранов, уверенность в будущее. 26 февраля волонтеры церкви «Исход» города Новосибирска объединились со студентами библейских курсов восхождения. Молодые люди поставили цель уничтожить рекламу курительных смесей, которые красуются на домах и заборах столицы Сибири. Вооружившись кистями и краской, ребята провели уникальную акцию. В течение дня волонтеры закрашивали телефоны, позвонив по которым можно беспрепятственно приобрести наркотики. На каждом углу сегодня в нашем городе можно найти телефон, по которому можно позвонить и приобрести этот наркотик, эту отраву. А наркотики в последнее время, сегодня мы сталкиваемся с этими химическими веществами, которые буквально за 2-3 раза вызывают сильную зависимость. А подростки, которые еще не укрепились, которые не имеют какого-то стержня внутри вообще понимания, они очень быстро вовлекаются в эту зависимость. Прохожие похвалили волонтеров за активное участие в борьбе с распространением наркотиков. Такое пишут прямо в открытую уже. Опасно даже ребенка отпускать в школу, и со школы она заходит в подъезд, а там что дальше, непонятно. У людей, употребляющих курительные смеси, наблюдается психотропный эффект и развитие наркотической зависимости. Также эта отрава оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему, что влечет за собой ослабление памяти и снижение интеллекта, появляется склонность к депрессии и суициду. Сам я употреблял около 12 лет. Последнее время я употреблял вот эти курительные смеси. Очень плохо, очень плохие последствия. Ты остаешься один, ты понимаешь, что ты прям вообще обманутый, что никому ты не нужен. Начинаются галлюцинации, кто-то тебе начинает что-то говорить. В общем, полностью разрушается твоя голова, так скажем. Ты превращаешься просто в зомби. Уничтожая рекламу наркодилеров, волонтеры Церкви Исход заявляют о своей активной гражданской позиции. Служители приняли решение регулярно проводить рейды по уничтожению номеров распространителей спайсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова